Здравствуйте, в эфире Майя Караганда. Сегодня я расскажу вам о событиях Майя прошлых лет. 1952 год. В старом городе Караганды начались работы по строительству новой ветки трамвайной линии. Она на 2,5 километра удлинит существующее трамвайное кольцо и свяжет новый город с центром старого. За два месяца проложена большая часть проектируемой линии. Бригада пути укладчиков товарища Нижегородова систематически перевыполняет дневное задание в 2-2,5 раза. 1962 год. Московский институт горстройпроект разработал новый план развития Тимиртау. Неузнаваемо изменится город металлургов и химиков. Появятся благоустроенные микрорайоны, красивые набережные вдоль Нуринского водохранилища, зазеленеют парки и скверы. Будет построен дворец металлургов, кинотеатр объемного изображения, политехнический институт, дворец спорта и стадион на 30 тысяч мест. 13 мая 1972 года на центральном стадионе «Шахтер» состоялся товарищеский матч между командами «Шахтер-Караганда» и сборной ветеранов-футболистов Москвы. Карагандинские болельщики увидели игру легендарных спортсменов Алексея Хомича, Игоря Численко, Галимзяна Хусаинова, Эдуарда Стрельцова и других. Интереснейший матч закончился со счетом 1-0 в пользу гостей. Единственный мяч в середине второго тайма ворота молодого карагандинского голкипера Иосифа Ротенберга забил центр-форвард гостей Эдуард Стрельцов. 1972 год. Прораб управления зеленого строительства города Караганды товарищ Астапов в письме в адрес индустриальной Караганды пишет «Учитывая суровые климатические условия, низкую относительную влажность воздуха и малую обеспеченность поливочной водой, можно понять, каким трудом создается зеленый наряд города. Обидно видеть поломанные деревья, кустарники и пеньки от зеленых красавиц. Особенно подвержены уничтожению зеленые посадки и газоны в центре города. Зачастую не только дети, но и взрослые, совершенно не думая о том вреде, который они приносят зеленым насаждениям, затаптывают газоны и ломают ветки деревьев. Ведь именно листья зеленых насаждений имеют большое пылезадерживающее и шумопоглощающее свойство. Другими словами, это фильтр легкие города, его здоровье и бодрость. 1982 год. Совсем недавно в Караганде появился новый аэропорт Центральный. В кратчайшие сроки была проложена взлетно-посадочная полоса. В скором времени здесь будет сооружен современный аэровокзал. На днях в Караганде в Доме архитекторов состоялось обсуждение этого проекта. Его автор Валерий Викторович Неровня рассказал, что в 2000 году мощность аэровокзала составит 1300 пассажиров в час. Это будет самый большой аэровокзал в стране после Домодедова и Шереметьево. 1982 год. Юные ленинцы Карагандинской области достойно встретили 60-летие Всесоюзной пионерской организации. Операция «Урингой» – одна из важных пятилетки ударных пионерских дел. Дружины орденоносного Тимиртау выступили с замечательной инициативой. 60-летию пионерии – 60 пионерских плавок. Пионеры и школьники области собрали более 5000 тонн металлолома. Вдоль улицы Ленина протянулась колонна машин, загруженных пионерским металлоломом. На их бортах лозунги «Принимай, Родина, пионерский металл». Плавку провел опытный Столевар Кабидулла Закирьянович Рамазанов. 1992 год. Во Дворце спорта «Октябрьский» прошла 4-часовая супердискотека в поддержку газеты «Пятница». Журналистов «Молодежной газеты» волнует проблема выживания в рыночной экономике. Учредитель обком комсомола самоликвидировался. И теперь спонсорами популярного еженедельника стали товарно-сырьевая биржа «Батыр», страховая компания «Акрес», «Трест», «Казметаллрукстрой» и многие другие. На супердискотеке собравшие несколько тысяч человек выступили Виктор Салтыков, Наталья Гулькина, Алена Апина и Андрей Державин. Все собранные средства пошли на счет газеты «Пятница». Новое – это хорошо забытое старое. Увидимся в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok